Салют, друзья! С вами, как всегда, Андрей Доцент, и это The Elder Scrolls Online. Мы продолжаем проходить данную видеоигру. Ну что, у нас задание Бог Интрик. Необходимо отправиться в убежище. Посмотрим, что нам скажет Ванус... Как его там? Аквилариус? Вроде как-то... Ой, какой Ванус Аквилариус? Господи, я что-то Вануса Галериона. И... А как этого-то зовут Пророка? Что-то я его забыл. Вроде как Аквилариус, кажется. А может и нет. Ай, черт, не важно. Важно другое. Молокбал опять что-то удумал. И... Варен Аквилариус, ё-моё, там Ванус, там... Ха-ха-ха-ха, все понамешало. Ну, вселенная огромна, практически безгранична, поэтому есть в чем запутаться. А... Ну что дальше-то будет у нас? Давай поговорим. О твоих свершениях слагают легенды. Теперь, когда слияние миров уже почти прекратилось, терпеть Тамриэлю осталось недолго. Пришло время бросить вызов Молокбалу и вернуть тебе твою душу. Что мне нужно делать? Тебе предстоит повезти пятерых соратников в последний бой. Каждый из нас готов отдать свою жизнь для достижения цели. Мы собираемся использовать амулет королей, чтобы наделить тебя силами, достаточными для сражения с князем Даэдра. А что меня ждет? Нет сомнений в том, что бог Интрик окружил себя самыми сильными слугами. Но они не смогут ему помочь. Причиной его поражения станет его высокомерие. Скорее всего, он даже не думает, что ты представляешь для него угрозу. Мы должны дать ему понять, насколько сильно он заблуждается. И я готов начать. Попасть в плодную гавань. Книжечку, так сказать, прочитаем. Во, соратники. Все соратники, так сказать, идут. И заметьте, индивидуальное прохождение. То есть тут будем мы и только мы. Ну давайте посмотрим, насколько там все круто будет развиваться. Сердячное горе. Мрачный дворец Молагабала служит также крепостью и храмом ему самому. Во всей хладной гавани нет более пугающего места. Да. Вот это я чувствую, будет интересно. Я не собираюсь привлекать к этому месту. Отголосок, подойди. Я хочу сказать тебе пару слов, прежде чем мы весело зашагаем на встречу нашей гибели. Да я вижу, ты у нас оптимист. Так, ну ты, блин, Абнур Тарн. Время на исходе. Хватит сомневаться в себе. Хватит проверять свою решимость. Просто иди и сделай это. Ты готов? Что ты имеешь в виду? Вот оно, начало разрушительного конца. Нет смысла делать вид, что ничего не происходит, или говорить, что мы не готовы. Дело не терпит отлагательств. Сможешь ли ты сделать все возможное, какая бы ни была цена, как бы горест на тебе не было? Моя душа у Мала Габбала. Разве у меня есть выбор? Всегда есть выбор. Ты не можешь выбрать, что делать, но ты можешь выбрать, как это делать. Тебе напомнить, что нам предстоит? Расскажи-ка мне еще раз, что-то я подзабыл. Мы приближаемся к крепости Мала Габбала, самому опасному месту во всем обливионе. Вместе мы сильны, даже я это признаю, но на начать ритуал я могу лишь в присутствии самого темного князя. Ааа, продолжай. В обмен на получение тобой божественной силы, одного из твоих соратников придется принести в жертву. Когда придет время, тебе предстоит решить, кто именно это будет. Ты будешь наделен силой лишь на короткое время, поэтому нам надо подобраться ближе. А потом? Потом? Я понятия не имею, что с тобой случится. Апофеоз? Разрушение? Так много вопросов и так мало ответов. Но если ты одолеешь Мала Габбала и выживешь, твоя душа и все другие плененные души станут свободны. Ну тогда вперед. Коль такая ситуация. Че у нас по карте? Угу, по карте у нас ничего не ясно. Значит, ритуал провести надо будет. Слушайте, а че у нас там вообще? Ну тут в принципе пока-то нормально вроде как. Эх, жалко у нас аптек. Всего лишь одна. Может быть тут что-нибудь есть? Ну и зачем мне этот лимон долбанный? Лотос? Тут кто-нибудь что-нибудь продает? А, ух, елки. Так это она здоровая такая? Че-то даже и не эта. И смотрите, да? Прямо туман туда как-то это витает так зловеще. Вокруг всего этого дела. Соблазнительница, стрелок, хищница. Охраняют проход. Соблазнительницы. Но я прокрадусь. Мы сделаем все, так сказать, незаметно. Что никто ничего... Непримиримый страж-вжигатель. Ай, валим его. На! Так тебе. Ой, блин. Черт. Бей его. Бей его. Бейте его. Давайте. Тут, короче, мимо него не пройдешь. Тут однозначно придется идти на пролом. Так. Слушайте, у меня, конечно, здоровье довольно круто уходит. Тихо, давай, 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 давай. Подпитывай меня. Так. Все. Валите, страж... Блин, страж, ты что творишь, а? Ох ты! Давай, 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 давай. Опа-на. Завалили. И главное, ничего с него, зараза, не выпадает. Мне тут по заре с аптечкой нужна. У меня с аптечкой прям вообще беда просто. Что ж я так, этот... Ааа... Не закупился этим делом. Ну, радует хотя бы та ситуация, что здесь у нас как бы вроде все более-менее нормально. Увеличиваю щит. Так, сопротивляемость. Двуручное, классовое, яростное пламя, сила дракона. Дракона. Ой! Щит. Ну тут, конечно... Да. Да, тут, конечно, блин. Придется, может быть, даже и навык брать на регенерацию тогда, коль у нас такая ситуация получается. А что делать? Вариантов не густо. Мы все-таки не на прогулку вышли, а... Отправились, так сказать, за Мологом Балом. Нифига себе. Где бы такое было бы еще? Охотимся, так сказать, на самого Дейдрического князя. Ну, нахрена мне ваши эти имбири, лотосы, вся херня прочее? Уже кто-то залутать успел? Учитывая, что тут как бы кроме нас никого и нету. Забавно. Преддверие сердечного горя. Мол, мрачный дворец. Да, быстро поговорили. И прочитали. Тут, смотрите, да, какие-то вещи интересные. Так, и что у нас тут? Исследовать зал. Это место пропитано болью и страданиями. Должно быть, именно здесь Молог Бал пытает провинившихся перед ними. Перед ним. Ну что, титана валим? Давай. А вон там пытают кого-то, я вижу. За Тамриэль! На! Так-те! Вот так! Неран никогда не будет вашим. Так сказать, и хоть я лишен души, я преисполнен духа сражения, да? Как в старом сериальном Mortal Kombat. В каждом из нас... А, как бы, не в каждом, а... Там, что-то раз в столетие рождаются войны. Или, как бы, люди с пламенной душой война, да? Вот, душу убрали у нас, пламя осталось. Всё, завалили. Так, там он кого-то пытает. Смотрите! Это Манимарка? Блин, смотрите, его там пытают, хлыстают, обалдеть. Ну чё? Что тот дурак? Что эти дураки? Ё-моё! Знаете, я бы даже лучше бы оставил бы. Так. Ах ты, зараза! Так тебе. Да чтоб я... Опа-на! Всё, да и... Блин, уйди ты, да, я залутаю. Чёрт, а не залутаешь ведь даже? Так, смотрите, а, пытается... А-а-а, прям... Прочувствует, так сказать, все упытки, а, мразь! Ты пришёл позлорадствовать над моими мучениями? Или твоё появление здесь это часть пыток? Манимарка? Ты до сих пор жив? Я не жив, не мёртв. Меня затянуло в ловушку, где пепел, желчи, клубы и дыма забивают глаза и глотку, а уши разрываются от тысячи воплей несчастных, которым с мясом врывают ногти. Боль! Бесконечная боль! Почему Молок Балл держит тебя здесь? Я его игрушка, и живой урок тем, кто посмит помешать ему. Мой план был безупречен, мои козни были продуманы до мелочей. Если бы не ты, я стал бы богом! Единственным утешением для меня является то, что ты скоро сам познаешь эту боль. Я здесь, чтобы его одолеть и вернуть свою душу. Высокомерная, дерзкая, эгоистичная чушь! Твоя побрякушка ничто в сравнении с силой повелителя. Думаю, скоро мы снова встретимся. Единственное, что будет радовать меня остаток вечности, это твои крики от пыток. Угу. Да как скажешь. Так, Манимарка. Он был продателем-лицемером с делюзией богоподобия. Глупец получил по заслугам. Так, опционально... А, это как бы освободить можно, да? Вот я даже не знаю, освобождать его нет. Блин, но учитывая, какие он вещи будет потом вытворять страшные и жуткие, мне вот вообще не хочется его выпускать. Как бы из этого места вообще никак. Пусть и дальше пытается. Нихрена себе из-за его этих козней столько погибло, я его отпущу. Ничего подобного. Даже близко. Во, путь скорби. Еще главное. Молок бал здесь. Я чувствую его присутствие. Чувствую в воздухе его зловонное дыхание. Так, жнец. И... На! Так, тебе... Блин, а... Да ты... Звали тежнеца! Ну ты... Лирис! Что ж ты... Давай! Опана! Такс! Ой, блин, поглощает. Так. Угощение ломаем. Так. Да чтоб тебя, а! Поглотил все-таки, зараза! Опана! Опана! Все. И главное, нихрена не выпадает ведь. Мне бы вот реально сейчас быть чем-нибудь таким, залутаться бы нормальным, а нифига нет. Обитель тирании. Подойти к обители тирании. Хм. Здесь. Это место подойдет как нельзя лучше. Давайте соберемся и приготовимся к ритуалу. Как думаете, что это за место? Какой-то храм. Наверное, его затащили в хладную гавань темной якоря. Или же его создали сами до Эдра, чтобы поиздеваться над богами. Какое это имеет значение? Мы не можем больше ждать. Нам нужно совершить ритуал. Отголосок. Пришло время сделать выбор. Да, я угадаю. Мы достаточно близко. Ты готов? Так. Варен, Сай и Лирис. Они все готовы отдать свои жизни. Я очень удивлен. Чтобы спасти мир, они готовы принести себя в жертву. При этом они никуда никогда не услышат ни слова в благодарности. Забавно такое слышать от эгоиста, не так ли? Надеюсь, я у них ничему не научусь. Кого мне выбрать? Понятия не имею. Поговори с ними. Пусть их слова помогут тебе сделать выбор. Но после твоего решения пути назад не будет. Запах свежей души без сомнения привлечет к нам внимание Мола Габала. Используй эту возможность, чтобы уничтожить его. Неужели нет другого пути? Мы уже говорили об этом. Тебе нужна сила богов, чтобы сразиться с князем Дайдера. Эту силу может дать тебе амулет королей, но ценой чьей-то жизни. Какую именно силу я получу? Амулет королей – реликвия Акатоша, бога-дракона времени. Акатош воплощает в себе настойчивость и несокрушимость, а также поощряет долг, служение и послушание. Сам делай из этого выводы. И я выслушаю каждого из них. Блин, а... Трудный выбор, конечно. Сай, ну давай начнем с тебя. Я смотрю в твои глаза, отголосок и гадаю. Я ли это буду? Знай, для меня это будет большой честью. Это славная смерть. Похоже, ты уверен в своих словах. Когда, как я, проживаешь каждый день, словно он последний, ты должен быть готов к тому, что один из этих дней действительно станет последним. Я был рожден умереть геройской смертью. Я всегда знал это и всегда был готов к этому. Ты правда хочешь, чтобы я выбрал тебя? Однажды я поклялся защищать своего императора и потерпел неудачу. Я не могу позволить ему пожертвовать своей жизнью вместо меня. Как не могу позволить это сделать и Лирис, моей снежной лилии. Она намного важнее для меня, чем она думает. Пожалуйста, позволь мне сделать это. Мне нужно больше времени, чтобы определиться. Через какие же безумные приключения мы с тобой прошли, да? Но приключения лишь тогда приключения, когда мы все возвращаемся из них живыми. Поэтому нашим приключениям пришел конец. Но я ни о чем из того, через что мы прошли, не жалею ни мгновения. Как и я. Мой отец однажды сказал мне, что самое главное, что каждый человек должен знать, за что он готов умереть. Теперь я знаю. Ты молода, целая жизнь перед тобой. У меня такое чувство, как будто я уже прожила 10 жизней. Я очень устала. И я жду не дождусь, когда я смогу увидеть в савангарде моих родителей. Если мне предстоит умереть сейчас, значит, такова моя судьба. Для меня будет большой честью, если ты выберешь меня. Так. Варен Аквилариус. Помни отголосок. Мы сражаемся за наш народ. Мы сражаемся за Тамриэль. Зло можно остановить на какое-то время, но полностью ускоренить его нельзя. Важно то, что мы боремся с ним и будем продолжать бороться. Что об этом моменте говорили древние свитки? А почти ничего. В свитках можно увидеть множество вещей, даже возможное будущее. Но и они могут ошибаться. Свитки не сделают выбора за тебя. Ты не сможешь переплыть море, просто встав и начать, начав смотреть на воду. Будь сильным отголосок и действуй. А если я сделаю неправильный выбор? В данной ситуации невозможно сделать правильный выбор. Но выбрать придется. Обливион не превратил меня в монстра. Он лишь подтвердил мои худшие страхи насчет меня самого. Будет логично и почетно, если ты выберешь меня. Это достойная смерть. Не тяни, Дайдера могут появиться здесь в любой момент. Знаете что? Сайса, Хан и Лирис, мне кажется, они не должны быть теми, кто сделает это. И это, скорее всего, будет Варенок Вилариус. Ибо, как бы, по большей части и по его вине, в том числе, получилась вся эта ситуация. И, как бы, с точки зрения своего рода какого-никакого может быть канона, я не знаю. Скорее всего, будет логично, если человек, который хотел стать императором, но не получилось, и навлек беду, ценой своей жизни и героической смерти, так сказать, окупит ту цену, которая необходима для того, чтобы снова наступил мир и благополучие для всего Тамриэля. Нервно, называйте как хотите. Мне кажется, что это должен быть он. В конце концов, мы его запомним как... Все-таки как императора, который ради народа пытался что-то сделать. Ошибался, совершил ошибки. Но сделал. Я выбираю тебя. Встань туда от голосок и приготовься. Мы никогда не забудем вас, Сир, и вашу жертву. Великий Акатош, бог-дракон времени, прости мне мою гордыню, одари отголоска божественной силой и установи свою защиту Тамриэля, чтобы моя жертва не была напрасной. История может забыть эту жертву, но все здесь присутствующие ее не забудут никогда. Боги Тамриэля, с этим сосудом вашей мощи и амулетом королей я взываю к вашему могуществу. Пусть эта благородная жертва станет свидетельством нашего желания все исправить и восстановить равновесие в Мундусе. Ваш защитник готов. Примите наше подношение и наполните отголоска своей славой. Пусть Молок Балл потерпит поражение. О-о-о! Отголосок, время пришло. Тебе нужно добраться до князя Дайдера и сразиться с ним. Вы гляньте, и сразиться с Богом Антрик придется тебе в одиночку. Я пока отведу остальных в безопасное место, иди. Вы гляньте, какая у меня это... Стойте, мне интересно, что реально, что ли, дали? Это... Я реально в виду из... Вы гляньте, да? Чё-то не пойму, у меня... Я вообще, короче, прямо и меч поменялся, да? И это... Ничего себе, у меня божественная броня какая. Броня богов Аэдры, блин. Мне бы такие артефакты в Облевоне и в Скориме. Стена крепости. На! Нихрена себе он вытворяет! Вот это силище! Мощь богов строится сквозь меня! Ну, Молок Балл, держись. Твоё постоянное путание у меня под ногами подошло к концу, герой Тамриэля. Вы гляньте, я с одного удара их выношу. А! Вон он стоит! Вы гляньте... Я сила... Мне просто нет равных. Я силой богов обладаю. Да я целую армию могу сразить-то! На! На! Вы гляньте, да? Вот это уронище я наношу. Я их не просто убиваю, я их... Как-то аж... Я не знаю. Дематериализую? На духовном уровне каком-то. Что за глупость? Тебе отбили твой крошечный смертный умишка? Неужели ты правда думаешь, что сможешь одолеть меня? Ага, вон он. Куда ты денешься? Держись, Молок Балл. Темные козни Обливиона гораздо сложнее, чем твой смертный ум может себе представить. Давай, просто на пролом идем. Кто там? А у меня, гляньте, у меня все оружие видоизменяется. Какое ни возьми, я орудую как бы... Просто невероятный силищий. Урона наношу, как говорит Собер 9000 там, да? Все дела. На, да и дроты. Блин, понял проблем. Ничего себе! Слушайте, это реально слэшер какой-то пошел. Прям Devil May Cry, я сейчас реально буду тут просто чудеса вытворять. Стены прожигаю, ничего себе. По сути, Варен Эквиларис сделал то же самое, что потом сделает Мартин Септин. Твои страдания будут легендарными, даже по меркам Обливиона. Так вам. Так тебе. Слушайте, тут двуручник хорош в том плане, то что он наносит урон рядом стоящим. То есть, одним ударом сразу горстку. Аэдрическая коман... Че? Так, командование. Аэдрическая магия. Телепатия. Строю, выстраиваю. Магия созидания, так сказать, да? Блин, слушайте, это вообще обалдеть. Так. Ничего себе. Я прям реально сейчас чувствую какое-то всемогущество. Давай, вот так вот. Так тебе. А я-то переживал, что у меня проблемы будут с уровнем, там все дела. У меня вон боги напитали силой. Слушай, дайте я хотя бы рассмотрю-ка. Блин, ну конечно, рожа вообще не внушает. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Никакого. Боги, вы кого силой наградили? Ха-ха-ха-ха-ха. И это спасение Нирна? Боюсь у людей и всех разумных рас, населяющих проблем. Все еще сражаешься? Тебя совсем не волнует твое собственное существование? Ну, судя по выражению лица, видимо, нисколько. Если это последняя надежда Нирна, то знаете ли, у Тэмриэля реально проблемы. Ха-ха-ха-ха. Так, куда идем-то? Так. Сюда, сюда, сюда. О-о-о. Давай, на. На тебе. Блин, промахиваюсь. У меня и здоровье типа недюжинное. На. Опа-на. Так, так тебе. Ох, тут качаться-то, видимо, здорово, да, с такими вещами. Так тебе, Титан. Гуляй. Все. Давай теперь еще здесь. Стена крепости, ломай ее. О-о-о. Здорово. Это просто обалдеть. Ну, селая катуша как бы напитался. А может быть и всех богов. Я бог Обливиона, а ты просто ничтожество. Черт. Черт. Блин, а. Так, жертвенная какой-то это, ярость. Восстание. Опа-на. Нормально. Нормально. Ничего себе. Так. Ух ты. Черт. Я полетел. Свободное падение. А, мне в принципе и не страшно. Твоей жалкой адрической побрякушки не под силу одолеть меня. Я молок бал. Бог господства. Черт, теперь с молоком балом драться. Ничего себе. Ты где? Блин, такого. Я смогу? Так. Давайте, боги. Что это, младенец? Думаешь, твоя игрушка может одолеть бога? Так. Может. Давай, давай, давай. Слушайте, какой он жуткий, а. Вай, 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 вай. Так. Я тебя могу подбросить? Ага, да. Молок балла подбросить. Твой разум открыт мне. Я чувствую твой страх. Ты благодатная почва. И я посею туда вечные муки. Вай, 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 вай. Вай. Давай. Там Риэль созрел. И у меня есть целая вечность, чтобы пожинать урожай плоти. Смерть уже летит на своих черных крыльях за тобой и за всеми детьми Мундуса. Слушайте, да я вообще прям неуязвимый какой-то. Вы гляньте, это... Молок балл вообще нифига не сможет сделать. Я просто неуязвим. Я не могу проиграть. Меня нельзя победить! Так. К слову о сравнении силы аэдрических и даэдрических богов. Уж если... Допустим, один бог Акатош, как бы самый сильный, наделит просто смертного там своими какими-то силами. И этого уже достаточно, чтобы сразить дейдрического бога. Это уже говорит о могуществе богов Аэдра. Именно Аэдра. Я Алик Боли. Души проклятых мое оружие. Ты познаешь страдания длиной в вечность. Не слушайте, это вообще обалдеть. Вот это да! Вот это игра! Бей его, бей его, бей его. А он главный этой, смотрите, да, стражается, что он обычно за награду выдает. Вампирическая это его булава. Тихо. О-о-о. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так. Давай, бьем его. Вот так вот. На тебе! Во, давай. Нет, мечом будем лупить, естественно, мечом. Так тебе. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Черт, а. Бей его, бей. Ну, он, конечно, живучий, зараза. Что есть, то есть. А если от первого лица? Да, смотрите, у меня меч вообще обалденный. Так. И на тебе! Нет, он, конечно, здоровый вообще. Главное, хотя бы не с таким, как в виде Годзиллы сражаться. Но размер тут, видимо, не имеет значения, когда сталкиваются враги примерно одинаковой силой. Можно свести все и на меньший, так сказать, уровень. Ибо все компенсируется. Так. Давай-давай-давай-давай-давай-давай. Опана! Блин, ну ты, конечно, не дуруно так лупишь. Опана! Черт! И еще раз. Это тебе, чувак, за всех погибших, за всех тех, кто пал, чьи души были принесены в жертву твоим мучениям и чьи души были принесены в жертву во имя мира и процветания. Ты заплатишь за это. Бог доминирования. Бог пыток, бог жестокости. А в конечном итоге и бог поражения. Так. Опана! Вот он, смотрите, да, он как-то светится так. Вот было бы круто бы на пвп за него играть, а? Блин! Или это... Экипировку такую получить, вот как вот мы сейчас, со всеми такими же силами. Это вообще было бы просто супер. Так тебе. Ой, блин. Да ладно, хорош. Но максимально прокаченные игроки, в принципе, такой же силой обладают. Там уже потом начинают сами боги нервно курить в сторонке. Прежде такой силы. Давай. Осталось чуть-чуть, молок бал. Так тебе. Ага. И... Раз! Опа! Так. Э! Тихо, тихо, тихо. Так. Ух ты, я призвал, чё, а? Ничего себе! Вы гляньте, какую он эффектную позу встал, да? Прям так рубануло пополам. Подойди от голосок, ты в безопасности. Нечто дорогое тебе откололось от огненного камня. Я перенесла это сюда, чтобы вернуть тебе. Так где я нахожусь? А, этот план, как его... Мереди вроде, да? Как вот, цветущие комнаты, или как они там, разноцветные? Может на М написано где-то? Цветные комнаты, вот, да. Ваша душа! Блин, душа, ничего себе! Наконец-то! Увидеть последствия. Поздравляю тебя, маленькая насекомая. Твоё жало оказалось огромным. Ты одолел меня и выпустил тысячи душ обратно в Мундус. На данный момент твой мир и спасён. Но это лишь начало моих интриг. Прекрасно. Твоя сила будет полезна в грядущих конфликтах. Сегодня ты нажил себе великого и ужасного врага. Твоему миру было бы лучше, если бы слияние миров успешно завершилось. Если бы ты преклонился предо мной и стал вечным рабом, я бы защитил тебя. А теперь будет тебе типа хуже. Ты лишь призрак в моём царстве, Огненный Камень. Пророчества смертных и свитков сбылись. Убирайся из этого места и возвращайся в свою яму. У тебя могущественная союзница. Ты знаешь, что это она перенесла тебя сюда. Интересно, какую роль она сыграет в этом вселенском фарсе? Хватит. Твоё вмешательство и так обошлось мне слишком дорого. Проклятое существо из света и огня. Этот фарс меня больше не тешит. Ох ты. Что-то интересное место. Немного как-то жутковатка. Как будто вообще по ту сторону реальности находимся. Либо за грани, либо далеко от планеты. Твоя душа восстановлена. Я вижу её свет внутри тебя. И ты спас свой мир от большой беды. Но знаю вот что, смертный. У Обливиона целое полчища, и Молок Балл лишь один из игроков в запутанной борьбе за господство. А что случилось с Молоком Баллом? Ты сильно его ранил. Пройдёт какое-то время, прежде чем он восстановит свои силы. А где амулет королей? После падения твоего врага, некто, кого ты называешь Абнуром Тарном, похитил Чемель Адабал и сбежал. Он вернулся туда, откуда пришёл, в место, которое ты называешь Сиродилом. Он забрал амулет с собой? Сила амулета потрачена на одно или даже несколько поколений вперёд. Имперец не сможет использовать его, как не сможет он и извлечь из него выгоду. Зато его ждёт множество лет разочарований, пока он будет пытаться найти амулету хоть какое-то применение. Нам удалось. Темриэль в безопасности. Завеса между Обливионом и Нирном восстановлена. Сейчас твой мир в безопасности. А что с моим павшим соратником? Ушёл навсегда, но память о нём осталась. Я вижу в твоих глазах яркий свет. Твой друг теперь часть тебя, и он светится в твоей возвращённой душе так же ярко, как светилась сила богов. А что насчёт меня? Твоя история только началась. У Молага Бала всё ещё есть планы на твой счёт. Во многих отношениях эти события только усилили его превосходство, а теперь ты ещё и привлёк внимание других князей Деэдра. Что мне нужно делать? Война между царствами смертных всё ещё бушует в твоём мире, но твои настоящие враги не смертные. Чтобы принять участие в грядущих конфликтах, сначала нужно чётко понять, что поставлено на карту. Для этого нужно пожить среди тех, против кого ты воюешь. В других альянсах? Именно. Когда вернёшься в Темриэль, отправляйся в место, которое ты называешь убежищем. Там тебя ждёт мой подарок. Он позволит тебе отправиться в другие земли и скрыть своё истинное происхождение от тех, кто считает тебя врагом. Ты можешь отправить меня туда? Желание держать тебя тут у меня не больше, чем у тебя желание остаться в кладной гавани. Я верну тебя в твою пещерку на дикой природе. Твои выжившие соратники уже ждут тебя там. Ты готов вернуться? Да, я готов. Да. Слушайте, вообще круто событие. Прямо... Фуф. Обалдеть. Прямо против дейдрического бога противостоять чуть ли не в рукопашном бою. Ничего себе! Это такого я не припомню в других играх. Толком-то нормально, чтобы так всё было. Обычно как-то со стороны взираешь на всё это, но... Мда. Эпилог. Что? Что случилось? Как мы здесь оказались? Я помню, что меня оглушили, а потом... Это я! Простите меня за это. Меня попросили вас вытащить оттуда. Надеюсь, я не перестарался. Снежный Лили, я... Я знаю, Сай. Всё закончилось. Прекрасно! Счастливый конец! Потрясающе! У кого-то есть Брэнди? Подожди. А где Тарн? Он выжил? Он пропал. Скорее всего, сбежал. И прихватил с собой ваш амулет. Ух ты как. Так, Лирис. Ты же не ждёшь от меня сантиментов, правда? Но ты ведь знаешь, мне нужно поддерживать свою стоическую репутацию. А что теперь? Что теперь? Ну, у тебя впереди ещё много дел. А что до нас? Мы видели слишком многое. И через многое прошли. Думаю, пришло время нам уйти. Куда ты пойдёшь? Мы с Сайм разговаривали об этом несколько дней назад. Что будет, если мы оба выживем? И я решил отправиться с ним в аббатство клинков и помочь его восстановить. Мы ещё встретимся. Возможно, когда-нибудь. Я не собираюсь скрываться с лица Томриэля. А если мы не встретимся, я уверена, что для тебя уже приготовлено место в Савангарде. И если ты попадёшь туда раньше меня, прибереги для меня кружку холодной медовухи. Прощай, Лирис Титана Рождённая. Так, Сайсахан. Итак, здесь наши с тобой пути расходятся. Вы с Лирис вернётесь в аббатство? На время. Там многое нужно отстроить. Да и я хочу лично сообщить Касури о нашей победе. Мы со Снежной Лилией. В общем, думаю, нам стоит отделить немного времени самим себе. Ты не собираешься преследовать Тарна? С какой целью? Нет. Путь возвращается... Пусть возвращается в имперский город. Он сыграл свою роль. И этого достаточно. Обиды? Это я для души. Но может, когда-нибудь, когда мы отстроим аббатство клинков... Да. Я не могу долго оставаться в одном месте. Это против моей природы. Когда-нибудь я снова захочу столкнуться с опасностью. Между комфортом и приключениями я всегда выберу второе. Тогда, возможно, однажды мы с тобой ещё встретимся. Я бы обрадовался этому. Для меня это была большая честь отголосок. Хотя, полагаю, это имя тебе больше не подходит. Варен бы гордился тобой. Как и все мы. Прощай, Сайса Хан. Не уходи пока. Можно с тобой поговорить? Конечно. Так, поговорить с Кадвелом надо. Да. Там какие-то записки. Что такое? Я так понимаю, тебе довелось пообщаться с леди Меридией. Прекрасная женщина, очаровательная. У нас с ней отличное отношение. Пока ты геройствовал, я связался с ней. Попросил помочь нам, если всё пойдёт из рук вон плохо. Ты попросил Меридию вытащить меня из складной гавани? Главное было правильно подобрать время. С каждым твоим ударом по дейдерическому болту ну освобождались сотни душ. Меридия успела поймать твою, пока она не улетела. Отличная задумка, да? Точно. Восхитительно. Меридия спасён. Каждый из героев пошёл по своему собственному пути, а у рыцаря появилась новая госпожа. Браво. Вот что значит счастье. Поразительно. Именно так. Ух ты, я и получил ещё посох. Ничего себе. Это, видимо, посох этого. Вареном, да. Эти роны по всей длине посоха вырезаны самим Вареном. Когда его оставило зрение, говорят о его силе как мага и провидца. Так. Знаешь, Варен всегда был славным малым. Хоть и натворил глупости в самом начале, но ведь потом он всё исправил, да? Но теперь нам нужно обсудить небольшой дельца. Знаешь, он всё ещё с тобой, он часть тебя, и может посредством тебя он продолжит служить земле и людям, которым спас жизни. Не понял, каким... А, так, надо с тобой поговорить. Я вне себя от радости, что всё так хорошо закончилось. Честно говоря, я думал, что у нас нет ни единого шанса. С другой стороны, если бы мы не выступили против превосходящих сил противника, то и героями мы бы не были, верно? И что мне теперь делать, Кадвал? Ищешь новых приключений? Поразительно. Ты никогда не задумывался, как всё сложилось бы, если бы ты очнулся в каком-нибудь другом месте? Если бы тебя выбросило на другой берег? Моя новая госпожа дала мне кое-что, что поможет тебе, если, конечно, ты боишься трудностей. Поможет мне? Что ты имеешь в виду? Коснись света Меридии, и увидишь мир глазами своих бывших врагов. Но честно предупреждаю, о славе великого героя можешь забыть. Даже твои знакомые будут воспринимать тебя лишь как бездушного бродягу, потерявшегося в незнакомой земле. Что скажешь? Да я готов. Серебро Кадвала. Какое-то задание вообще. Так, ну-ка коснёмся. С тросом Кай. Редгороды. Это типа я сейчас как бы мог бы выпустить... За три альянса как бы мог решить, за какой из них играть. А теперь предлагайте мне эту же самую историю, только под другим углом глянуть. Так что ли? По всей видимости, что да. А может быть и нет. А может быть и да. Не знаю, не знаю, что будет дальше. Но, конечно, с одной стороны, как-то немножечко грустно, что история закончилась, и... Все разошлись кто куда, как будто настал конец этой сказки. Аж как-то даже не верится. И чё это такое? Тума-шо... Чё это такое вообще? Серебро Кадвала. Даггерфольский Ковенант. Угу. Как бы развивались события. В Даггерфольский Ковенант. Так. Ага. Ну, то есть, типа, тут как бы другая история, другие события и так далее. И тут ещё ни хрена и непонятно, как выбраться. Строс МК. И ну-ка. Ёлки-палки. Ничего себе. Тут вон какая у нас ситуация. М-м-м. Хм. Интересно. Что-что, но очень интересно всё это. Но другая история, другой сюжет, другие события. Не знаю, поменяется от этого основная сюжетка. Думаю, вряд ли. Тут, наверное, только поменяются такие дополнительные задания. А цель-то как бы везде одна. Ну, что, друзья, пришло время прощаться. И думаю, мы встретимся уже, может быть, в другой сюжетке. Либо какие-нибудь будут другие события. В конце концов, мир этот огромен, невероятен и красив, по-своему очарователен. Тут много чего есть, так сказать, для исследования. Разного рода приключения, события, интриги сюжетные и так далее. Всего этого здесь в избытке. И всё это здесь сделано очень качественно. С особым шармом. Поэтому вполне возможно, что мы уже встретимся, может быть, даже в каком-нибудь другом событии сюжетном. Кто его знает. Ну, а на данный момент, друзья, пришло время прощаться. Надеюсь, вам понравилось прохождение основной сюжетной линии за Эбанхардский пакт. За Норда. С вами, как всегда, был Андрей Доцент. Ссылки на плейлист группы ВК, Фейсбук, Твиттер снизу в описании под видео. Всего хорошего вам, крепкого здоровья и приятного настроения. Всем пока.